всем привет огурцы снимаем наснимали уже ведро и маленький тазик у нас засуха стоит уже неделю на она дождей не было вообще все сухое вот участок скосил мелкую мелкую крошку вот это сено вот все высохло вообще смотрите все высохло там все скосил по прибрался но от кустики оставили такие полях небольшие полянки чтоб можно было этим кроликом травы накосить а то все засыхает блин и воды в колодце уже вообще мало осталось посмотреть может и наберем в общем смотрите у нас тут жанна уже показывала эту плантацию помидор да тут были вообще тут все у нас помидорами просто заросло вы поглядите да надо снять он посмотрите какие все 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 усыпало я не знаю тут она ни одно ведро очень много верхушечной гниди да у нас там все они уже краснеют помидорки но все верхушечная гниль все выкидываются все помидорки без теплицы вы видите как на открытом грунте днем парит жарища такая вечером а вечером этот как он называется ну роса видите помидором плохо это когда роса на них и поэтому как бы вот так ну чё соберем то что соберем да и все все растет этот картошку на на бум копать на днях все скосил этим триммером видите все высохло опять же в мелкую крошку все скосил на этом участке все скошено и на том пойдемте покажу и на том тоже все скошено и вот такие вот боровки получились ничего вот не на ботву убирать он видите все мотоблоком был копать да тут только вот этим проехал картошку собрал да и все все нормально крупных веток практически нету все в мелкую крошку скосилась видите плантации такие оставил для кроликов сейчас вот травы накосили кроликом накосили травы накормили уже этих кроликов здесь у нас тоже помидоры ну здесь другой сорт длинные да какие-то жанна в общем вот такие вот у нас новости все подряд на снимать трубу я доделал пойдемте покажу что доделал ну и жарище блин вообще капец просто ужас даже вон яблоки опадывают так жарко что просто влаги влаги им не хватает здесь у нас тоже вам смотрите все этими заросло так по трубе идемте посмотрим что у нас по трубе не стал я этот резиновую эту на трубу покупать сделал по старинке все на крышу вас свожу сейчас залезем со мной на крышу в общем что я сделал вместо этой резины вместо этой резины здесь загнул ну короче лист лист и загнул чтобы вода не попадала подпихнул под конек и промазал этим герметиком все вообще четенько все нормально что-то я зашел в магазин и просто офигел от цены вот такой листик просто резиновый над который на трубу одеваться блин стоит в районе 2000 счета цена неадекватная сделал по старинке будет стоять долго ну и вот такую вот эту сделал как она шляпу на трубу короче или как она там называется что этот дождь не попадал такой вот козырек ну чё тут на заклепках он сделал тут выгнул все все нормально в общем все закрыто тут на обвод проводить эти испытания затопим печку и проведем испытания все нормально в принципе все крыша в принципе все до дела на все нормально так слезая как бы не шлепнуться отсюда так что еще хочу показать то вот это вот место тоже вот под под листами вот это пространство на тоже закрывать или доской ну или буду заказывать железо я уж каким в каких-то роликах говорил об этом в общем по дому так еще дел целая куча деревне все время дел целая куча вот красить надо еще вот она на не в этом году и фронтоны на тоже вот переделывать вот эти вот треугольнички там вот доски сгнили все не знаю может даже в этом году сделаем посмотрим загадывать не будем ничего не знаю так воды у нас вообще очень очень мало блин вот видите тряпочка привязана где-то пол кольца пол кольца воды хотя закопано 10 колец у не такой под у нас колодец сколько было колец так столько и ставил так так что там посмотрим сейчас еще там жанна у нас снимала морковка растет ягоды уже все собрали наделали уже варенье от целую кучу тут надоест нам тут это все снимать это же вообще трындец просто ужас смотрите тут ни один ящик вот этих помидор надо их но они покраснеют еще черт зелеными собрались хоть через сколько там может неделю две еще будут лежать краснеть а может и больше блин вообще да тут поползая что офигеть перцы у нас тоже вам смотрите какие большие уже растут и некоторые уже красные он видите офигеть тут тоже короче нас этот собирать все все весь урожай так что перцев у нас тоже в этот год много как и помидор блин нормально все равно для такой-то небольшой плантации считай на каждом кусту да не по одному тут вы просто вот он смотри тут сколько вообще воды до воды не хватает вон все усыпано этими перцами так вырастет воды да хотя бы дождики дождик бы зарядил хотя бы на сутки а так мелкий что проходят вот этот бывают дожди там когда вам неделю назад до было не промачивая быстро проходят и все высыхают и все так ладно будем снимать мы все сухое вообще сухое картошку копали уже картошка ну более-менее такая нормально все он видите все сухое пустыня 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 тут скоро у нас будет блин вот так не знаю на днях она будем копать картошку я уж показывал там воды до пол кольца осталось так что немного тут она будем собирать да покажем вам результат какой если конечно терпения хватит до собирать это все она в принципе чё-то насобираем так все покажем собирали мы полчасика где-то тут еще много осталось пойдем мы отдохнем и вот такой тут у нас результат три ведра два ящика но это я говорю это еще не все еще вот туда она в середину залезать да здесь вот по бокам все просто гигантский урожай томатов до грилья тоже много так что вот так вот думали что просто высадили оставалось как оставалось вывели до сколько там больше что-то очень много короче веток не оставалось а просто посадили а потом сколько там начало лето холодное было они очень долго стояли не такие больные хиленькие были поэтому думала ничего не будет от них сейчас вот видя пока вода была поливали конечно подкармливала кроличьим навозом зеленцы тоже появились появились поздно долго не было зеленцов поэтому я думала вообще ничего не будет но пчел от много летала здесь тут у нас есть человек который пчел держит так видно прилетают опыляют много вообще не знаю куда теперь девать эти помидоры у нас еще на настолько же насобирается сколько три ведра до два ящика скорее всего что еще еще столько же насобирается поэтому да вот такие то маленькие они еще тут подрастут вон видите и сколько просто усеяна все вся гряда усеяна этими малышами мы более менее такие вот покрупнее до собрали вот такие вот гигантские гигантский урожай перцы на тоже еще ребята снимать все сейчас снимем тоже перцы так покажем целая гряда тут тоже ну не целого он до туда он там нас вот где палки там этот горох посажем тоже засох вот так начали снимать перцы он их тут посмотрите сколько много мы снимаем хотя бы вот такие вот побольше в ящик сейчас тут везде все посмотрим да вот видите вот такие вот как у жанна вот такие вот перчины еще порастут еще какие-то вон да вот видите такие два тоже нормальных хороших надо снять вот оттуда вот где палки у нас вот такая грядка наверное метров шесть наверное такие вот тоже стоят не подвязаны ничего так вот таких gopro стоп видео из больших до год только поснимали немножко но есть остальные там маленькие все ну как маленькие такие еще пусть подрастут потому что вот видите все усыпано ими ну как бы такие маленькие срывать то не охота и вот на каждом кусту она никакие этот видите пусть подрастут еще что-то не очень они еще конечно вот эти можно еще сорвать два вот такие вот чем мы их порежем да в морозилке заморозим зимой достал пакетик порционный и что-то приготовил или фаршированные перцы там делают блюдо разное все что-то свежим поедим что-то заморозим жанна уже тут горох хочет вытащить уже засыхает горох у нас палки мы специально купили эти штапики там стекла заделывать видите сколько тоже помидоров тут еще нарастет дождение бодок все уже засыхает скорее всего тут как бы полить да еще и этот погись метео посмотрели на 10 дней еще и дождей не будет вообще так что я думаю тут все засохнет соберем то что есть наверно да и все он горох видите горох уже тоже мы его поели нормально так пособирали поели ну чё куда нам тут его много что-то может еще соберем там посушить ботву то что зеленая еще есть до кролики съедят на повыдергивать тут его да все да а что-то это горох это тоже пособирать посушить может вот эти зеленые то можно отдать что-то пособирать что-то все вот так вот капуста растет нормально он тоже вот эти которые листья там вот эти по зеленее так кроликам дадим даем так вот чеку убежки формируются нормально все на поливайте тоже блин все вот так возможно может завтра может послезавтра на начинать картошку копать все так вот жара стоит ребята вообще ужас просто блин тридцатник давид 30 плана на этом пока все все тут солнце надо засвечивать на этом пока все всем пока удачи увидимся жанна все мы тут еще позанимаемся немного да мы так чисто выйдем чего-нибудь по делам и опять отдыхать а то блин жарко но невозможно просто жарко блин всем пока на большие тоже бутылок хочу из дела